добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в дайсон сфер программ и давайте мы сейчас займемся строительством подготовка вернее к производству желтой науки теоретически все что нам нужно у нас есть кроме у нас есть доступ ко всему кроме титана для того чтобы получить доступ к титану нам нужно будет отправиться на вторую планету по папам но мы просто все подготовим чтобы у нас все было готово как только мы произведем титан мы сможем его сюда привести и собственно начать сразу его использовать 8 секунд даже если мы построим большую высоту вторую уровень здесь не нужен как-то неровно получается так защита быстренько отстрелялась и все в этом плане использование турелей ракетных установок вместе с сигнальными башнями конечно намного облегчает жизнь но и требует определенных ресурсов на то есть произвести ракеты несколько сложнее чем произвести патроны для турели гаусса так 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 здесь мы видим выход я закладывал третий вход сюда да 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 вернем здесь здесь сюда ну да сейчас мы немножко переделаем хранилище и нет но ни сушла здесь объединяем а значит при вот таком соединение конвейеров т-образ нам премьешь преимущество имеет конвейер которые идет по прямой на то есть если у нас сбоку конвейер присоединяется то он ждет пока на конвейере которых к которому он присоединяется освободиться вместо и только тогда он начинает подавать свой груз этим удобно пользоваться если нам нужно организовать определенную очередность до что если мы хотим что вот в основном шел груз отсюда отсюда шел дополнительный то вот мы пользуемся т-образным если нам нужно чтобы сбалансировано шел шло потребление то нужно ставить разделитель в данном случае нас вполне устраивает так 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 желтая науку мы начнем подавать как только она у нас появится все хорошо что у нас с электричеством уже притык притык а мы собираемся расширить сейчас значительно наше энергопотребление значит нам нужно еще энергоблоков ведь да то есть даже несмотря то что мы добавили целый энергоблока еще эти расширили кстати расширили мы их похоже слишком сильно на 10 тэц нам не хватает топлива но начинает снижаться здесь уровень топлива окей значит можно попробовать тогда не 10 а 9 проверим то здесь вроде накапливается потихонечку а нет нет снижается там я думаю мы еще сможем парочку использовать в смысле парочку шахтерских установок сюда буровых добавить первым первым у нас 2 может даже больше 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 так и давайте наш энергоблок сюда вот прямо из финина вставим зафигачим единственное что нам нужно хранилища успеть вместить магнитная ловушка частиц отлично постепенно движемся в сторону польшей более продуктивной энергосистемы ой логистической системы так будут дополнительные дополнительные фундаменты кстати важен много урона они успевают нанести нашей сигнальной башни пока что все хорошо давайте добавим сюда одну то есть не 10 а 9 посмотрим что из этого получится но мегаватт уже мы вырабатываем кисло так так мы пока что ничего не производим надо это исправить топлива если уголь не обработанный так значит алмазы для производства алмазов нам нужен уголь но этот месторождение мы уже полностью разработали давайте перейдем к следующему ну вот то есть всего несколько точек а зато мы восстановили всю эту землю а еще я часто делаю здесь можно кстати да забыл об этом рассказать менять цвет фундамента который мы устанавливаем я часто ставлю красный чтобы он ярко выделялась именно то место которое я создал вручную как раз два насколько я помню это вот нам должно быть достаточно 2 секунды ловильня тут и так все достаточно плотно забито вот здесь может быть был более удобное место чтобы здесь плавить и подавать туда водный топливный элемент открыли ну для него нужен титана титан для него нужен хорошая вещь мы на нее безусловно перейдем но сначала нам нужно получить доступ к нормальному количеству титана да давайте мы вот здесь вот сделаем а то месторождение можно будет потом опять таки использовать для энергии так плавильня вот таким образом подальше отодвинем немножко 1 2 у нас подходит концу давайте добавим вот они нужно железо не проблема кирпич не проблема опять таки можно автоматизировать уже производство зданий да сделать мол торговый центр то что называется но на этом этапе я не вижу в этом особого смысла пока что мы все это можем производить вручную вот пока занимаемся другими вещами потом уже как данных зданий будет много и чтобы не тратить время и энергию на это мы все это автоматизируем но пока что никакого смысла я в этом не вижу так 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 нам еще нужно у нас осталось мало сигнальных башен давайте мы их добавим кристаллы кристаллы сталь нет прийти призму у нас тоже производится где у нас кремния 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 визу мишек скинем немножко призмы а я еще хотел автоматизировать производство плазменных ускорителей или как не правда плазменные возбудители ну сейчас мы вот здесь сделаем потом автоматизирую возбудители так 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 ну ты уже находишься под защитой вот этой башни отлично и все эти пути тут чуть 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 перемалываем даже без всяких проблем Так, задаем рецепт, энергетический графит. Давайте мы здесь сделаем небольшой перехватывающую парковку. Так, этот конвейер нужно развернуть. И теперь отсюда, вот сюда. А здесь мы задаем рецепт, алмаз. И... Пока что мы его будем просто... Ах, нет, у нас же есть... Да, мы можем его уже туда подвезти, но перехватывающую хранилищу мы здесь также организуем. Так, и нам его нужно вон туда. Пока что тоже конвейерам это сделаем. Потому что когда оно понадобится, оно понадобится в достаточно больших количествах. Да не в таких уж и больших. Может быть и имеет смысл его перевести сразу на... Использование логистических центров, транспортных центров. Передатчик. Может быть, будет время у них, пока я все остальное делаю, чтобы подготовиться, да. Так, мы сюда не влазим. Так, влазим. Опять-таки, супер много здесь их хранить, наверное, смысла нет. Насколько я помню, их там нужно по одной единице. Да. Так что... Этого более чем достаточно. Палмазы. Получать. И сюда мы зарядим полные 10 штук, чтобы они были всегда доступны. Опять башни нам не хватает. Добавим. И надо их тогда запастись в железо. Окей. И теперь обратно этих добавим. Так, не понял. Чего тебе не хватает? Так. Так. Магнитных катушек. Окей. Так, давайте пока мы здесь автоматизируем эти возбудители. Мы видим, что алмазы начали сюда завозить. Не, они уже загружены сюда. Так, что у нас там осталось? Титан. Кристаллы органические. Ага. Нам сейчас понадобятся эти химические станции. Скоро давайте мы их сразу заберем с собой. Так. Здесь нам пока больше, наверное, ничего не надо. Вот что нам надо. Вот эти переложить сюда. Ага. И алмазы выложить. И треугольники эти выложить. Так, для производства плазменных возбудителей нам нужны магнитные катушки и призмы. Призмы есть, магнитные катушки есть. Никаких проблем нет. Диапазон распределения повысили. Первый уровень. А, мы, кстати, открыли первый уровень вверх. Как он называется? Вертикальной постройки. То есть, по идее, мы сейчас можем уже использовать вот эти сундуки. Давайте проверим. Да, отлично. То есть, вот простой сундук первого уровня нельзя повесить, поставить на эту плазбазу. А вот сундук второго уровня вполне. Ну, сам мы создаем дополнительное хранилище здесь. Оно огромное. Ну, ничего плохого в этом нет. Самое главное, что на это хранилище мы теперь можем установить транспортный распределитель. И самое основное, что мы сейчас на данный момент здесь получаем. Ну, хотя сюда уже враги не доходят, поэтому, наверное, здесь это уже не так актуально. Но, тем не менее. Так, давайте мы заберем все, что нам нужно отсюда. Ну, вот такое вот удобная вещь. Можно добавили, да. И на ней... Как правило, если бы мы еще не построили туда дальше эту оборону, то вот сверху на этот сундук можно поставить распределитель. И я бы его перевел в передачу мне топливных этих элементов, выпадающих с темного тумана. Ну, сейчас это уже менее актуально стало. Так, давайте мы вот эту дорогу немножко по другому маршруту пустим. Мы здесь могли наше производство сделать новое. Так, 2.06 нам, наверное, не надо, да? Что там со скоростью? Две секунды. Две секунды. Ну, в принципе, можно, но... Нам их тут на данном этапе не так уж много нужно. Поэтому нам хватит... Трех. Нет, не хочу я это копировать. Мы эти сделаем с нуля. Так, три здания. Набить энергией. Вот один. Пу-пу-пу-пум. Здесь нету... Перекрестка. Здесь мы используем конвейеры. Окей. Так. Так. И выход. И хранилище. Хранилище. Выход. Задаем лимит. Опять-таки, супер много нам их пока не надо. Поэтому пять штучек поставим. Этого более чем достаточно на данном этапе. Так. Рецепт. Плазменный возбудитель. Ход. Ход. Две секунды. Значит, выход первого уровня здесь достаточно. Топировали, вставили. Ну, все. У нас автоматизировался теперь процесс производства плазменных возбудителей. Тогда нам не нужно уже таскать призмы на себе. И... Стекла нам столько с собой не нужно. Вообще не нужно его таскать. Если оно нам понадобится, мы его возьмем. То же самое с кирпичами. Конвейеры можно частично сложить в боковом хранилище. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, что мы произвели? Ага, у нас это тут и есть. Давайте сортировку этих сборщиков немножко сделаем. Микросхемы. Железо. Шестеренки нам не надо делать вручную. Они быстро кончаются. Много шестеренок нужно. Восемь штук. Да, они мало. Пока этого хватит. Так. Перекрестков давайте еще добавим. И хранилище первого уровня. Так, так, так. Плавильни есть. Есть сортировщики где-то мы их автоматизировали. Вот они. Окей. Сортировщики второго уровня. Можно немножко, да, сделать. Для этого нам нужны двигатели, для которых нам нужно железо. Двигатель это важная штука, которую мы тоже скоро будем автоматизировать. Так, нагрузка носить пока нормальная. Так, алмазы мы сделали. Теперь займемся титановыми кристаллами. Место, где мы их будем производить. Причем достаточно много места. Потому что там будет химия. Химия занимает много места. Ну, давайте вот здесь вот мы этим займемся. Я смотрю, что водород-то идет с пропусками. А вот нефть идет непрерывно. То есть... Нефти производится в два раза больше. Так что, в принципе, ничего удивительного. Но он все равно... Ух, хорошо. Кстати, туда, наверное, стоит... А, вот. Нам надо туда поставить этот большой сундук. Так. Он у меня с собой? Где он есть? Нет. Забрали. И сюда вот мы его установим. Потому что здесь как раз-таки сейчас скайпливается очень много всего. В том числе и двигатели, которые мы хотим. Которые нам нужны. Но в первую очередь, как я и сказал, меня интересует возможность получения энергетических осколков. О, сколько мы их тут уже набрали. Так. И постом уже идет уголь. Так. Двигатели надо сбросить. Нам так много двигателей на себя таскать смысла нет. Так, так, так. А, хотя немножко двигателей можно добавить. И опять начать делать боты. Так. Медь и кремний нам нужны. Как я и говорил, кремний скапливается в хороших количествах. Несмотря на то, что он супер медленно производится у нас. Супер медленно. Хорошо. А, у нас кремний вот здесь был. Ничего страшного. Так. Вот здесь уже есть пластик. И алмазы. И титан. Титан мы заберем. Фундамент мы заберем отсюда. Давайте вот возьмем эти микрокристаллиновые компоненты. Хорошо. Так. Что мы еще можем отсортировать? Пам-пам-пам-пам. Призмы нам не нужны. Двигатели нам больше не нужны. Титан, кремний. Окей. Алмазы тоже не нужны. Мы их уже начали производить. Плазменные возбудители тоже не нужны. Их производить не сложно. И мы уже это начали делать. Горючие компоненты тоже не нужны. Остальное пока что можно оставить. Давайте заберем все, что лишнее здесь. Все, что лишнее здесь. Ну, так. Так, так. Где там у нас эти призмы? Топ. И забрасываем излишки. Титан. Как тут? Тут нету. Двигатели. Все-таки оставим. Медь и железо, наверное, можно сбросить. Сейчас не захламлять себе инвентарь. Все. Давайте уже займемся стройкой. А то я все ее откладываю, откладываю. Так. Так, так, так. Нет, мы не здесь собирались строиться. Мы собирались строиться вон там. Можно вот здесь, а можно, в принципе, и вот здесь. Тоже неплохое место. Значит, нам понадобятся насосные станции. В насосных станциях есть особенность. Их задняя часть должна погружаться в жидкость. В данном случае в воду. Также, возможно, в дальнейшем... Ну, невозможно, а так и будет. В дальнейшем мы найдем планеты, где будет серная кислота. Океана с серной кислотой. А, все, мы все испрасходовали. Ну, в принципе, этого более чем достаточно нам в самом начале. Пу-пу-пум. Так. Давайте посмотрим рецепты. Чтобы я правильно все вспомнил. И правильно, правильную очередность их сделал. Иначе будет не очень красиво. Так, значит, для пластика нам нужен... Нужна нефть и уголь. Переработанный. Давайте поставим. Скажем. Пока что немного. Просто обозначим. Потому что, возможно, это еще придется менять местами. Сейчас пока просто... Чтобы посмотреть, что нам требуется. Да, мы построили свой первый химический завод. Еее, ура! Все такое. То есть, если это у нас будет пластик... То нам нужен на входе... Нам нужна нефть и уголь. Окей. То... Уголь. Нефть. Производим мы пластик. Для... Органических кристаллов нужна вода, нефть и пластик. Так, вот они у нас. Два из трех есть. Если мы здесь добавим воду, то мы сможем... Фундамент. Производить... Органический кристалл. Если мы сюда добавим воду. Вода и на выходе органический кристалл. Так. И серная кислота. Это у нас вода и нефть. Вода и нефть. Вода есть. Нефть. Что-то не то. Серная кислота. А, нет. Все правильно. Правильно. Так. А для этого тоже нужно химическое производство. Мы можем сделать вот так. Здесь производить серную кислоту. А здесь мы собираемся производить органические кристаллы. Поэтому нам понадобится еще два входа, один выход. А там на входе было еще нефть и камни. Причем не обработанные. Камни и нефть переработанные, очищенные. На выходе мы тогда получим... На выходе мы получим что? Серную кислоту. И тогда мы можем из серной кислоты и угля делать графен. Вернее, не графен, а и не угля, а и многоемкого графита. На выходе получаем графен. Что у меня там опять щелкает? Кто-то пытается со мной связаться. Ничего, подождите. Как-то я это делал в красивую цепочку. Все объединял. Нефть. Тебе нефть нужна? Нужна. Знаете, мы сразу сделаем, что куда нам нужно. Сюда на вход нужна... А, нет, стоп. Ты рецепт не обновился. Сюда на вход нужен. Так, я снова здесь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, я пытался вспомнить, как я это, в какую цепочку связывал. Нефть, уголь. Серная кислота, уголь. Нефть, вода. Пластика. Ой. Ладно, давайте пока начнем с первого. Нефть и уголь. С этим вроде все просто. Много мы их строить не будем. Сейчас, опять-таки, на первом этапе нам супер длинные цепочки не нужны. Буквально там немножко. Чтобы начать производство, все равно, как мы видим на примере кремния, со временем все это накапливается. Так. Вот. Вот. И... Выход. Скорость 3 секунды. 3 секунды. Давайте тогда в тучке 4, наверное, попробуем. Ну, вот сколько здесь влезет до вот этого небольшого прудика. Еще одна или две? Две. Ну, окей. Тогда пять штук. А, двигатель открыли. Ну, кстати, у нас подходит к концу наша очередь исследований. Давайте мы это исправим. Там уже нужна желтая. Желтая у нас пока нет. Хранилище энергии требует генератор сверхсильного магнитного поля. Ну, усиленный двигатель. Так, это нам пока не нужно. Фракционный... Фракционирование дейтерия. Обогатитель второго уровня. А, здесь нужно желтая. Высокоскоростные процессоры... Процессы сборки. Преобразование фотонов. Ну, собственно, следующее уже нам... Мы можем сейчас уже начать исследовать солнечный парус. Это первая стадия строительства сферы Дайсона, которую мы получаем. Используйте ЭМ-оружие для запуска солнечных парусов на орбиту около звезды, чтобы образовать Рой Дайсона, который может... Который может более эффективно собирать ее энергию. Ее... А, звезды. Окей. Но нам это пока ни к чему. А вот извлечение геотермальной энергии нам скоро понадобится. Итого у нас получилось 5. Нет, 5. Давайте мы уже используем наше любимое магическое число 6. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Давайте, давайте. Быстрее, быстрее летаем. Так, энергия. Через одну. Нефть нам получить здесь будет несложно. Мы сделаем просто вот так. Так, разворачиваем этот конвейер. И соединяем его вот здесь. А вторую сторону соединяем вот здесь. Уголь. Сейчас мы тоже здесь подведем. И нам нужно хранилище пластика организовать. Пластик нам вручную, насколько я помню, не потребуется. Поэтому, ну если потребуется, тогда добавим. Но пока что просто ограничим. Супер много его опять-таки нам здесь на первом этапе не нужно. Мы делаем вот так. Так, вручную мы сейчас ничего не производим. Можно еще распределительных центров немножко. Взбудители нужны для этого. Процессоры. Медь. Так, кремния есть. Железо. Железо. А, микросхемы нам не нужно вручную делать. Так, 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 так. Процессоры, кремния. И, наверное, пока что хватит. Оп, все. И наша нефть теперь начинает потихонечку расходоваться. А вот здесь мы хотим как раз иметь разбалансированный расход нефти. Нефти. Так что нам нужно здесь немножко переделать. Потому что вот сейчас мы видим, что этот конвейер с нефтью стоит. И водород мы отсюда тоже не получаем. Потому что здание остановлено в связи с переполненностью, переработанной нефтью. Так что нам здесь нужно немножко переделать. Здесь мы ставим распределитель. Этот конвейер немножко снижаем. Давайте мы на него тоже на всякий случай распределитель поставим. Сейчас у нас нету избытка водорода. Но в какой-то момент может образоваться. Так что тоже иметь сбалансированный подход здесь не помешает. Так, уголь. Он у нас тут есть. Кстати, что у нас с энергией? Плохо с энергией. Давайте мы дополнительный энергоблок построим. Но энергоблок мы построим вот на том дальнем угле, который мы тогда оставили. Ага, вот здесь вот. 6. 6. 6. Есть. 6. да да мы можем сделать это не вопрос 6 6 тоже 5 еще нужно на 6 вставить нет никак 4 Четыре, пять, пять, шесть, 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 пять, мало надо, либо шесть и шесть, либо семь и пять, так, ну вот есть семь, шесть, отлично, у нас шесть буровых установок, которые мы можем использовать для наших энергоблоков, мы можем здесь построить три очереди плавильным, так, 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 мы добавим фундамент и достроим то, что сейчас пропущено, и здесь тоже, вот я говорю фундаменты, сначала мы подстраивались под ландшафт и строили только там, где мы могли, теперь мы можем ландшафт менять и уже ландшафт нужно перерабатываем, переделываем землю под наши собственные нужды, так, 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 подводим под это дело наша, а, нет, стоп, сюда мы выведем вот эти две, тогда вы пойдете сюда эти две пойдут уже сюда так, и надо все это дело снабдить электричеством естественно и желательно защитой так, и, собственно, сами энергоблоки, кстати, я так и не проверил о, у нас вон пустые энергоблоки, вот почему у нас электричества не хватает так, все-таки девятый, видимо, лишний и десятый уж тем более, убираем так, лучше строим по 8 энергоблоков вернее, энергоблоки по 8 энергостанций так, так, так раз, два, три раз, два, три что там мешает? да, может помешать а, здесь, все окей здесь нужно вот так строить так, тэц добавляем у нас мало электричества атакует темный туман и вот мы видим, когда плохо влияет то, что у нас нет электричества не потеряли ни одного здания, отлично, но было близко так здесь лишнее можно убрать хранилище так так и вот так так тогда вот эти хранилища на так много не надо буквально чуть-чуть, чтобы экстренный запас был а нет, все правильно так выход разворачиваем 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 сюда сюда так пошел процесс и т 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 здесь нам нужна наша супер ручка пол высоты так так этот конвейер надо развернуть ну топливо начинает поступать и уже критическое снижение уходит критическое начинается от 50% когда мы снижаемся, но сейчас здесь пойдет процесс и его сразу станет лучше так 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 здесь нужно еще развернуть конвейер будет уже становится лучше так разворачиваем соединяем так так вставляем настройки так 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 не закончили закончим вот этот энергоблок энергоцентр наш заработает и с энергией у нас должно будет наладиться давайте пока пойдем удаляем там лишние энерго станция электростанция по 5 все-таки не тянет максимум 4 максимум 8 можно запитать с 6 плавилин что нам этого не хватит что ли и здесь еще не все заработало ну хватает но не то чтобы у нас был супер большой запас несмотря на то что мы добавим а здесь еще не все запиталось ну вот теперь уже запас есть так у нас там не отремонтирована видимо это вот дальняя башня которая сигнальная башня который не попадает в радиус действия в базы анализа же седьмой уровень максимум по моему 20 уровней если я не ошибаюсь оп отремонтировали давайте посмотрим что тут еще накопиться успела может нам это пригодится ну топливо конечно же мы забираем это мы забираем это это дамин ты нефть по не нефть и пластик кремнии заберем двигатели они электромоторы тоже взять топливо заправляем так нам нужно нам наверно понадобятся дополнительные химические производства давайте мы сделаем на всякий случай хотя у нас еще он там есть но все равно давайте добавим в очередь что вот так и идет опешно отражено а для этого нам нужно стекло никаких проблем кирпич никаких проблем то есть вот за счет того что мы заранее продумали все эти моменты и все организовали автоматизацию до производства компонентов то теперь мы можем легко и быстро производить все что нам нужно как схемы нам все нужны стекло наверно сюда попало стань кирпич стань кремней неплохо неплохо так стекла мне пытается сразу побольше химических лабораторий сделать чтобы не думать потом об этом пич эти кристаллы скинем титанской кремнии скинем все пока что на этом нам хватит так кирпич вращайся на место тут это темно и можно оставить в принципе отсюда заберем вместо не занимала и возвращаемся к нашим химическим производством проверяем еще раз электричество на нас есть запас окей так у нас сюда пока не подходят уголь уголь вернее крем энергетический графит мы можем сделать вот здесь есть даже больше там 8 было по моему 6 половилин в принципе мы можем их вот здесь разместить и теперь конвейер нужно его подвести вот сюда что мы еще можем сделать по поводу электричества мы можем начать производить солнечные панели теоретически у нас в принципе неплохое количество запас уже кремния есть и скоро мы отправимся на вторую планету поэтому давайте так и сделаем почему бы и нет мидер 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 так что нам не хватает нам не хватает быть меди Опять меди А, стоп, а зачем у нас столько меди? Для того, чтобы делать микрочипы Нет, мед здесь тоже нужно Ну ладно, уже добавил, пускай будет Так, очередная атака, которую мы перемалываем Да Тюрин-тюрин-тюрин-тюрин-тюрин-тюрин Тюрин-тюрин Павильни достаем из запасов Энергетический графит Давайте мы вот здесь вот Организуем небольшое хранилище Подводку Одна клетка лишняя Развернуть Высота в 0,5 И все, мы начали производство пластика Кстати, у меня пластик там с собой где-то был Хорошо Алмазы, кстати, можно тоже использовать в качестве топлива Но эффективность очень низкая Поэтому особого смысла, естественно, в этом нет Но просто как Любопытная такая деталь Горючий компонент можно использовать в качестве топлива, безусловно Давайте так и сделаем Так, так, так Процесс идет Уголь идет Нефть идет О, нефть стали мы потреблять в хороших количествах Но все равно какое-то количество проходит дальше Так, органическим кристаллам нужен пластик И вода И нефть То есть мы можем в каких количествах Нефть 1, вода 1, пластик 2 И скорость 6 секунд Окей, значит Первого уровня здесь более чем достаточно Так, плавили Давайте мы еще наделаем А то там у меня что-то смотрел Статус не так много Компонентов не хватит Весь инвентарь забит всяким мусором Ладно, пока не срочно А, блин, таймер Ладно Продолжим в следующий раз А то уже опять я ухожу за час Блин, не могу остановиться Прямо Процесс вовлекает В комментариях, кстати В одной из серий Правильно Написали Что в эту игру Интересно играть самому Да Потому что ты садишься И начинаешь вот это все настраивать Блин Как же оно затягивает Ладно Не отвлекаемся Ждем следующего эпизода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok